В условиях экономической войны, развязанной коллективным Западом, поиск внутренних резервов и наработанных практик – ключевой фактор развития экономики. Опыт работы с бизнесом у Рязанской области – один из передовых. Метод работает. В пандемию это было особенно заметно. Поэтому область готова взять на себя роль лидера. Создание межрегиональной ассоциации центров импортозамещения и кооперации – инициатива, которая нужна сегодня всем регионам. На практике мы предлагаем создать на базе нашего реестра, которой ведется уже почти месяц, единую базу данных по предприятиям всех соседних с нами регионов. Это не только ЦФО, это и Поволжский федеральный округ. В ней аккумулировать все потребности в сырье, в комплектующих, в логистических решениях, а также размещать отвечающие на эти запросы предложения от партнеров. Основные предложения рязанских бизнесменов, около сотни, уже стали основой для пакета федеральных мер поддержки. Например, фиксация валютного курса таможенных платежей или упрощение доступа малому и среднему бизнесу к льготным кредитам. Конкретные цифры озвучил министр экономического развития региона. Ставки от 13,5 до 15% годовых. Кредиты будут выдаваться на оборотные цели на срок до 1 года, на инвестиционные – на срок до 5 лет. Планируется изменение условий по программе ФОД 3.0 в части предоставления отсрочки по уплате процентов и по возвратливому основному долгу по кредитам. Оборотные средства в условиях санкций – жизненно важная составляющая российского бизнеса в любой отрасли. Учитывая особенности Рязанской области, свои приоритеты региональная власть уже составила. Первое, конечно, это относится к продовольственной безопасности. Это, конечно, сельхозпроизводство, сельское хозяйство. Мы должны обеспечить бесперебойную работу, хороший урожай, хороший надой, ну то есть все то, чем занимается наша АПК. Второе, это, конечно, промышленность, оборонной промышленность занимается. По преимуществу федеральных, конечно, центров, но, тем не менее, наша помощь им тоже нужна во многих вопросах. Третье, это те отрасли, которые зависят от импорта очень сильно. У нас много таких предприятий. Прямо скажу, это, в первую очередь, предприятия радиоэлектронной промышленности. Вот они реально могут испытывать очень большие трудности из-за ограничения импорта комплектующих. Несмотря на именно такие ориентиры Центра импортозамещения, а Николай Любимов уже анонсировал деловые поездки в Индию и Китай, остальные отрасли в накладе не будут. У туризма в этом смысле сегодня есть все шансы занять пустующую нишу и сделать Рязань самым привлекательным местом отдыха. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».